Об итогах работы прокуратуры Севастополя Телеканал НТС рассказывает в программе «Прокурорский надзор». За прошедшую рабочую неделю с 24 по 26 февраля сотрудники надзорного ведомства провели 32 проверки. По итогам трех проверок материалы направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений. По материалам прокурорских проверок, проведенных ранее, возбуждено одно уголовное дело. За прошедшую неделю прокуроры приняли участие в 209 судебных заседаниях по уголовным, гражданским и административным делам. Для разрешения в надзорное ведомство поступило 332 обращения граждан и юридических лиц. Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что в природном парке регионального значения Максимова дача вырублены 9 деревьев, не занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 6 деревьев Вяза Гладкого, 2 дерева Вишни Моголепской и 1 дерево Граба Восточного. Указанные действия повлекли причинение значительного ущерба природному парку, обусловили изменения исторически сложившегося природного ландшафта, в границах которого образованы ареалы редких видов растений и животных, а также расположены объекты культурного наследия разных исторических периодов, представляющие археологическую и историческую ценность. Фактическая сумма ущерба от незаконной вырубки составила 216 тысяч рублей. Материалы прокурорской проверки направлены в ОМВД Российской Федерации по Ленинскому району Севастополя для решения вопроса о возбуждении уголовного дела за нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов. Сюжет о варварской вырубке деревьев на Максимовой даче выходил в эфире телеканала НТС в декабре минувшего года. Напомним, 4 декабря местные жители заметили группу неизвестных, которые спиливали деревья на особо охраняемой природной территории. Очевидцы вызвали полицию. В составе специальной комиссии, которая выясняла подробности инцидента, были представители администрации Ленинского округа, сотрудники Севприроднадзора, а также сенатор Российской Федерации Сергей Колбин. Прокуратура Балаклавского района Севастополя проверила исполнение трудового законодательства на государственном унитарном предприятии городской автозаправочный комплекс. Установлено, что в ноябре-декабре 2020 года на предприятии не выплачивалась заработная плата, в результате чего перед 21 сотрудником образовалась должность в размере 1 миллион рублей. Прокурор района, директор предприятия внес представление об устранении выявленных нарушений. После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате выплачена всем работникам предприятия в полном объеме. Прокуратура Нахимовского района Севастополя проверила, как организовано питание в местных школах. Как показала проверка, с питанием севастопольских детей не все в порядке. Ученики второй смены вместо обеда с полником получали по своему объему и содержимому совершенно другой прием пищи. В отношении директоров учебных учреждений внесены представления об устранении нарушений, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.